Трудные места священного писания с библейским порталом Экзегет. Вы крестились в смерть. Ну да, так и написано, как-то жутковато. Шестая глава послания к римлянам, третий стих. Синодальный перевод. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Ну, как, слушайте, крещение — это возрождение к новой жизни. Крещение делается, ну, не для того, чтобы умереть сразу после. Нет, конечно, в древности бывали такие люди, которые крестились накануне смерти. Но у них был такой расчет какой-то, не очень красивый. Вот крещение смывает все грехи, поэтому я пока поживу, погрешу, а как только пойму, что финал, быстренько крещусь, чтобы все смыть, да, и чистеньким оказаться перед Богом. Но это не очень красиво. И явно, что Павел здесь не это имеет в виду, он обращается к людям, которые не собираются умирать вот прямо сейчас. И он им говорит, что вы, тем не менее, крестились в смерть. Такой еще, наоборот, речи немножко неестественной. По-гречески тоже, кстати. Причем мы, крестившиеся во Христа Иисус. А, может быть, Павел имеет в виду себя и каких-то очень мощных проповедников, которые настолько увлечены делом проповеди, которые настолько не боятся гонений, его же без конца там то камнями побьют, то палками, то вообще убить хотят Павла. Мы читаем об этом в книге «Деяний» довольно подробно. В его посланиях встречаются такие пассажи. Но он крестился в смерти в том смысле, что, да, все плохо там, да, и он не живет уже практически. Он и говорит, не я живу, но живет во мне Христос. То есть сам он умер для себя, да. Но все ли мы так сделали, да? Вот Кристина, младенчика, желают здоровья, счастья, радости ему, родителям. Кто ему желает стать мучеником за веру? Вот прямо сейчас, да? Никто, конечно. Да и, в общем-то, и взрослые, которые принимают крещение, как правило, не собираются этого делать. Да мне кажется, Павел и не требует. Он говорит, все мы, вот сколько нас крестилось, Христа Иисуса, мы крестили с его смертью. То есть без исключения. А вот то, о чем я сказал, такая готовность умереть за Христа, это все-таки личный выбор, выбор не каждого, совершенно точно. Смотрите, вот во Христа мы такое выражение тоже привычно повторяем, но какой смысл в него вкладывается? Человек проходит определенный обряд, он выражается в погружении в воду с молитвами, с некоторыми особыми действиями, и тем самым он приобщается ко Христу, тем самым он становится частью тела Христова, церкви, он становится частью Христа. Вот это означает, если по-гречески буквально смотреть, погрузиться в Христа. Вот не в воду погрузиться, в физическую, да, а в него стать его частью. И мы крестились его смертью. Почему? Почему смерть? Потому что смерть — это главный момент его служения. Он не просто приходит для того, чтобы сказать всякие умные слова, дать людям хорошее и правильное наставление, хотя это все было, но не это главное. Он приходит не просто для того, чтобы там обличить фарисеев и грешников разных, не для того, чтобы исцелить больных, воскресить мертвых, хотя это все было. Он приходит для вот этого таинства крестной смерти, которое понимается Павлом, безусловно, как смерть во искупление каждого человека. И когда мы крестимся, мы погружаемся не во что-то его проповедь, чудотворение, какие-то простые моменты жизни, но погружаемся именно в его смерть. Мы хороним себя вместе с ним для того, чтобы воскреснуть. Да, но смерть в данном случае может пониматься очень реально. Не просто как такой маленький эпизод. Ну да, сегодня, конечно, мы знаем, что Христос, который погребается на Страстной, он воскреснет на Пасху, но это все как бы не очень всерьез в большинстве случаев для нас, потому что, ну, просто календарь такой, да, мы знаем, все равно воскреснет. А вот та смерть, через которую проходит он, та смерть, которую наблюдают апостолы, или не наблюдают, потому что испугались и убежали, вот это же все очень серьезно. И когда человек принимает крещение, он, в общем, принимает на себя все это, весь этот груз. И тогда, кстати, Павел здесь отвечает на вопрос, так что же нам продолжать грешить, раз обилие греха, оно сопровождается обилием благодати Божьей, да? И он говорит, нет, мы умерли для греха. А умерли почему? Потому что мы крестились со Христом в его смерть. И вот этот образ крещения, как смерти ветхого старого человека, он в христианстве присутствует до сих пор и довольно популярен, к сожалению, чаще как теория, чем как некое реальное ощущение смерти себя прежнего. То есть вот тот, кем я был до сих пор, его больше нет. Он умирает в этой купели. Я выхожу кем-то другим. Я начинаю новую жизнь. Что же дальше? Продолжим грешить, чтобы благодать была еще изобилия? Ни в коем случае. Для греха мы мертвы. Как же нам теперь в нем жить? Разве вы не знаете, что когда мы все крестились во имя Иисуса Христа, то приобщились его смерти? В крещении мы все словно умершие были похоронены с ним, чтобы обрести новую жизнь, как и Отец воскресил Христа из мертвых, явив свою славу. Это я прочитал свой собственный перевод, где та же самая мысль развернута чуть более подробно, но я надеюсь, что она уже стала достаточно понятной. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok